Как удалить приложение Realtek Audio Console на ноутбуке, либо на компьютере операционной системы Windows 10? Автоматически было установлено данное приложение Realtek Air Audio, либо Realtek Audio Console. Открываем поиск, меняем раскладку клавиатуры и пишем Realtek. В списке мы находим Realtek Audio Console. Это приложение может быть автоматически установлено с драйверами аудиоустройств. Запускаем данное приложение. Дополнительные настройки аудио. Для начала откроем правые клавиши на меню пуск. Выберем диспетчер устройств. Перейдем во вкладку аудио входы и аудио выходы. Здесь у нас Realtek Air Audio. Также у нас набор микрофонов Realtek Air Audio. Перейдем в звуковые, игровые и видео устройства. Здесь у нас в списке есть Realtek Air Audio. Также это драйвер Realtek. Давайте удалим это приложение. Перейдем к правой клавиши на меню пуск. Выберем приложение и возможности. Опускаемся ниже. Realtek Audio Console. Удаляем данное приложение. Выбираем его. Удалить. Либо вы можете перейти в дополнительные параметры. Опуститься ниже и здесь удалить это приложение. Либо в поиск можем написать Realtek и здесь находим Realtek Audio Console. Удалить. Удалить. После удаления этого приложения проверяем. Обновить конфигурацию оборудования диспетчер устройств. Приложение должно быть удалено. Также необходимо удалить этот самый драйвер. Как Realtek Air Audio. Два раза на нем кликаем. Драйвер. Здесь у нас предустановлен Realtek драйвер. Его нужно удалить. Правой клавишей мыши удалить устройство. Удалить программы драйверов для этого устройства. Удалить. Нужно перезагрузить компьютер. Нажмем пока нет. Обновить конфигурацию оборудования. Давайте перезагрузим ноутбук. Закроем это окошко. Пуск. Выключение. Перезагрузка. После перезагрузки ноутбука переходим правой клавишей на меню пуск. Диспетчер устройств. У нас появилось в других устройствах. Intel High Definition Audio. Драйвер был удален. Перейдем во вкладку. Звуковые и игровые видео устройства. Здесь у нас Audio Intel Air для дисплеев. Давайте его также удалим. Удалить. Удалить программы драйверов для этого устройства. Удалить. Повторно обновим конфигурацию оборудования. Теперь у нас два драйвера, которые нужно установить. Подписывайтесь на мой канал. Bueno, давайте поехали. Продолжение следует...